Один из местных фермеров села Кирсово, Петр Иван Златовчин, в этом году решил заняться выращиванием экологически чистой продукции. Это овощей, а также арбузов и дынь. Петр Златовчин давно занимается сельским хозяйством, в основном полевыми и пропашными культурами. Но в этом году по настоянию зятя решили попробовать на 14 гектаров выращивать экологически чистую продукцию. Посадили традиционные овощи и якобы. Благоприятные погодные условия нынешнего года дали возможность собрать богатый урожай картофеля, лука, перца, томатов, арбузов и дынь. Спасибо Богу, что в этом году был такой урожайный год. Много труда вложено в этот огород. Очень много ручного труда, скажем. Не только не будем считать механизированный труд. Эти культуры всегда показывали в Молдавии прекрасный результат. Но именно в этот год, как был урожайный, имеется в виду дожди были, и тепло было, все было отлично. Экологическое сельское хозяйство – это перспективное направление для Молдовы, несущее множество преимуществ, таких как плодородная почва и низкий уровень загрязнения природных территорий. В результате введения экологического хозяйства мы получаем полезные продукты без использования синтетических удобрений и пестицидов. Также выращенные овощи и фрукты содержат гораздо больше питательных веществ, необходимых человеческому организму, говорит фермер. Мы не используем удобрения, а содержание нитратов – это зависит от количества удобрений, внесенных в землю. От болезни есть много препаратов, которые именно, скажем, по Молдове допустимая норма различных элементов. Всю выращенную продукцию реализуют прямо с поля у дороги. Цены, как говорит фермер, ниже рыночных. Люди с охотой берут, почему? Потому что у нас получаются самые низкие цены тут на юге. Мы опустили цену, потому что рынок насыщенный, привозят с Европы, с Турции привозят, поэтому и окупается. Окупается, только минимально окупается. Не знаем, как будет в будущем, будем выращивать, не будем. Все зависит от подсчетов к концу года. Заниматься экологически сельским хозяйством можно, говорит Петр Иванович, но для этого нужны не только финансы, но и самое главное наличие воды. Поэтому они установили оросительную систему. Естественно, у нас, кроме дождей, у нас было порядка два месяца дождей практически не было. Кишневе было, там Чемишли было. У нас не было, но у нас есть установка, которая поливает. Мы сделали его, купили, частично отремонтировали. И полили, уже практически все поливали. И лук поливали, и морковку, и капусту, и помидоры. Арбузы не поливали, они и так выросли. Прекрасно выросли. По результатам этого года можно сделать вывод, что при правильном подходе наличия техники и рабочей силы можно успешно заниматься выращиванием экопродуктов, которые в последние годы стали популярны среди населения. Да и много молодежи сегодня предпочитают вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Лена Деканцев, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Новости.